Всё своё творчество, всю свою музыку, все свои стихи мы всегда посвящали вот таким людям, как вы, настоящим русским бойцам. Мы тоже бойцы, хоть и невидимого фронта, и очень рады, что именно наши песни с 14-го года Донецких и Луганских выкладывали везде. В сентябре я просто видела, говорю, Лицоя, Высоцкого и Кармухина. Лизоблюдство, лицемерие и топорная пропаганда – всё то, чем не гнушаются российские звёзды, которые при всей своей якобы аполитичности и миролюбивости на перегонки бегут обслуживать Кремль, едва их поманят купюрами. А работы в авторитарном, милитаристском государстве для придворных шутов хоть отбавляй, тем более сейчас, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины. От показательного мракобесия и дутого уропатриотизма на расистских Z-концертах. За президента! За мир без нацизма! И мы ещё раз доказали, что Россия – это страна с передовой наукой и новаторскими технологиями. Сейчас самое время хорошего, качественного, крутого российского продукта, а западным брендам, которые ушли или временно ушли, мы скажем «Давай! Давай! Давай! Россия вперёд!» До участия в государственных мероприятиях якобы во благо российской экономики. И не важно, если ты, как представитель творческой профессии, ничего не смыслишь ни в экономике, ни в госуправлении. Задача – поторговать лицом для галочки. Не только же талибам до эритреи Россиюшку поддерживать. И не забыть донести простым гражданам страны под санкциями главную мысль. Роптать не время. Довольствуйтесь малым. Мы должны сделать всё, чтобы развить экономическую Россию, так скажем, ничего не прося при этом у государства. Интересно, а сколько сам поп-король российской эстрады запросил у властей за этот спич? И почём вообще нынче у российских звёзд уропатриотизм? О том, как музыканты в России зарабатывают на крови. И что скрывают так называемые истинные патриоты от своих слушателей. Прямо сейчас. Российским артистам не привыкать прислуживать власти и продвигать выгодную Кремлю линию. К тому же это лёгкий и быстрый способ не только хорошо заработать, но и взобраться на верхушку музыкального Олимпа, даже не имея особого таланта. Самые проворные российские артисты, которые раскусили этот секрет успеха давно, ещё до начала гибридной войны против Украины в 2014-м, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, пожинают плоды в виде различных дивидендов от власти, занимают первые строчки отечественных хит-парадов и не сходят с экранов российских федеральных телеканалов. Например, Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, топил за Путина ещё в 2012-м, агитируя голосовать за диктатора на очередных бутафорских президентских выборах в РФ. Чтобы я жил спокойно, моя семья жила спокойно, и мои дети росли в защищённом, спокойном государстве. Я думаю, что Владимир Владимирович обладает достаточным опытом для того, чтобы решать эти вопросы. И не прогадал, прислуживание Кремлю окупилось лихвой. Из артиста, далеко не первого эшелона, Тимати смог не только выбиться в первые ряды, но и пропихнуть наверх протежей своего музыкального лейбла «Блэк Стар», который Юнусов основал ещё в 2006-м году, но бизнес долго не выстреливал. Но в 2015-м Тимати сообразил выпустить зашкварную оду ко дню рождения Путина. Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это президент Путин. Уже в 2016-м Юнусов открыл первую бургерную в Москве на Новом Арбате. Вскоре бизнес-рэпера разросся до целой сети ресторанов быстрого питания под названием «Блэк Старбургер». А разве может быть иначе у доверенного лица Путина и создателя коллекции одежды для сети магазинов «Армия России» и «Министерство войны РФ». Сейчас фастфуд-сеть «Тимати» насчитывает около 100 точек в семи странах мира. Не считая Россию в США, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Молдове. Сегодня я готовлю бургер президентский со всеми ингредиентами, которые любит Владимир Владимирович Путин. Из-за активной поддержки Юнусовым так называемой спецоперации, бургерная в Лос-Анджелесе, мягко говоря, утратила популярность. Ее пришлось закрыть. Компаньон рэпера Павел Курьянов заявил, мол, район, в котором построили ресторан, раньше считался топовым, но якобы резко перестал быть таким из-за коронавирусных ограничений и, цитата, «растущей бомжатины». Рискнем предположить, что реальные причины закрытия детища Тимати в США другие. С каждым пакетом антироссийских санкций за войну против Украины, перечень пособников преступного режима расширяется. Им запрещают въезд в цивилизованные страны. Их зарубежные активы замораживают. Процесс отмены запущен. После Z-концерта в Лужниках, Латвия запретила Тимати въезд на свою территорию, и это только начало. А с учетом негативного отношения к россиянам во всем мире, открывать бизнес за рубежом крайне опрометчиво. Можно повторить судьбу сына другого махрового путиниста. Сына Олега Газманова Родиона избили в США. Любимчик Путина подарил своему сыну кофейню в Чикаго, но природа его умом не наградила. Родион назвал заведение СССР. На открытии он запустил на всю улицу гимн Рашки. И это очень не понравилось местным парням. В кафе разбили стекло и избили самого Родиона. Примечательно, что Газманов-младший отрицает факт нападения, но не наличие у него заграничного бизнеса. Это далеко не единственный случай, когда российский музыкант Ура Патриот пытается усидеть на двух стульях. Как перед доверчивой российской публикой выступать, так и косоворотку на себе порвут, лишь бы доказать преданность скрепам. Но как только софиты гаснут, светочи российской эстрады садятся в свои ренджи и майбахи, а не отечественные лады и москвичи. Едут отдыхать не в Сочи, а в Монако. Некоторые втихаря даже становятся в очередь на получение европейского и американского гражданства. Что далеко ходить? Яркий пример – Есаул в Сиаэрефии. В публичном пространстве Газманов-старший любит порассуждать на тему непорядочности покинувших Россию коллег по цеху. Оттуда тявкать, извините за выражение, над свою родину – это предать свою мать. А сам под шумок – клянчит гражданство у Израиля. В ряде СМИ и телеграм-каналах на днях появилась информация, что Израиль отказал Газманову в статусе ПМЖ. Сам же артист отрицает, что хотел покинуть родину. Клянется России в любви и называет все сообщения фейками. Как бы то ни было, но вот отчего Газманову точно не откреститься, так это от дома в итальянской Тоскане и квартиры в латвийской Юрмале. Последнюю, кстати, Газманов не может продать, поскольку Латвия еще в 2014-м запретила ему въезд из-за поддержки российской оккупации Крыма. А купил бы квартиру в Саратове или Вологде, не было бы никаких проблем. Та же участь вот-вот настигнет и других артистов-путинистов, которые либо являются владельцами недвижимости за рубежом, либо не прочь подзаработать на заграничных концертах и корпоративах. Времена, когда можно было жить по принципу и вашим, и нашим прошли, говорят эксперты. Страны цивилизованного мира будут продолжать и жевать весь контент, связанный с токсичной Россией. Огромное количество денег они зарабатывали на постсоветском пространстве. Как минимум, Украина для них закрыта. Я думаю, что Литва для них точно закрыта, Эстония и Латвия. А сейчас, да, ну для тех, кто особенно сильно открывает рот в зе-подобной форме. Если это концерты, на которых присутствуют фотографы, камеры, да, и они как-то освещаются, то в принципе, в принципе, основная часть цивилизованного мира уже отказалась от российской музыки в контексте публичных выступлений, концертов и так далее. Недавно российского рок-музыканта, фронтмена группы Наутилус Пампилиус, Бутусова, не пустили в Хельсинки, где он хотел дать концерт. Музыкант также является горячим поклонником кровожадной политики России, Крым-нашистом, не рады за границей Киркорову. Недавно Филя пожаловался, что его не впустили в столицу Молдовы Кишинев, куда он надеялся просочиться на чартерном самолете. При том, что у поп-короля, великоскрепной, даже есть звание народного артиста Молдовы. Кто знает, может и от роскошной виллы в Майами Киркорову нравится-не нравится, а придется отказаться. Ведь он так и нарывается на санкции. Чего только стоит его недавний концерт на территории оккупированного Крыма. Сегодня очень рад поприветствовать тех ребят, которые отстаивали в то время, пока мы пели, изделились. Они отстаивали нашу страну, нашу родину на боевых позициях. Сегодня они проходят реабилитацию здесь. Ребята, если можете, встаньте, пожалуйста. Я хочу, чтобы все украли свои герои. Это только та самая малая часть, которых отпустили, которые смогли прийти. Очень многие, к сожалению, не могут в силу всех своих ранений, не могут покинуть палаты. Это сейчас Киркоров, Басков, Валерия и прочие затконосцы толкают пламенные речи перед убийцами, насильниками и мародерами. А не так давно все это продажное кодло ездило зарабатывать на концерты и корпоративы в украинские города, где почему-то не встречали ни одного нациста. За Украину! За великую державу! Знаете что? Я могу испевать на ридной украинской моде. Там же, в якобы нацистской Украине, путинские эстрадники получали звания заслуженных инородных артистов. Там же сидели в жюри вокальных конкурсов, снимали клипы, как Полина Гагарина, записывали треки, сотрудничали с украинскими композиторами и музыкантами. Но все это сейчас не мешает российским артистам заниматься политической проституцией и предавать не только своих украинских фанатов, но и российскую аудиторию, которым они продолжают нагло врать. О том, что их мужья, братья и сыновья гибнут или возвращаются из Украины с оторванными конечностями, якобы ради благородной миссии, а не имперских амбиций выжившего из ума маньяка. А может артисты такие же простые смертные, дурманенные кремлевской пропагандой, несут всякую дичь по зову расистского сердца? Ага, как бы не так. На кону бабло. Много бабла. На Z-марафон за Россию, который стартовал в апреле, Кремль не поскупился выделить как минимум 100 миллионов рублей из бюджета РФ. То есть больше полутора миллионов долларов из карманов российских налогоплательщиков. И это не считая тех денег, которые артистам-путинистам передали в конвертах. Гигантские деньги. И это, конечно, в первую очередь соблазн тщеславия своего и жадности. Поскольку, когда тебе звонят с предложением, сколько вы стоите, вы стоите миллион, пять миллионов за участие в этом туре. Больше всех за так называемое «патриотическое выступление» запросил Сергей Галанин и его группа «Серьга». 10,5 миллионов рублей – это около 170 тысяч долларов. Как говорится, кому война, кому мать родна. Наценку за Z-патриотизм или точнее публичную поддержку убийств мирных украинцев установила исполнительница русских народных песен Пелагея. При обычном ценнике для подобных мероприятий в 2 миллиона рублей или 32 тысячи долларов, за марафон она запросила уже 3 миллиона рублей. Это почти 50 тысяч долларов. А зашкварный певец-пропагандист Майданов вместо привычного миллиона рублей покусился уже на 2,5, то есть 40 тысяч долларов. В фашистских концертах также участвовали группы «Самоцветы», «Любе», «Ронда», «Ума Турман», «Певицы Семенович», «Подольская», «Дайнека», «Кормухина», «Певцы Джанго», «Митя Фомин», «Газманов» и другие «Сбитые летчики». Одна вещь очень важная, которая объединяет всех этих участвующих в этом туре за Россию музыкантов, это то, что, и вы можете со мной спорить, но просто покопайтесь в своей памяти, ни у одного из этих артистов за последние 15-20 лет не было ни одной хорошей песни. Они вообще практически исчезли с радаров, они не выпускали хитов. Сумасшедшие деньги, сумасшедшие вкатанные какие-то бюджеты, которые частично деребанятся, а частично просто не в состоянии люди их применить эффективно, потому что они питались всегда кровью украинского шоу-бизнеса, понимаете? Они всегда питались кровью, как чьей-то другой. Откуда популярная музыка вообще приходила? Откуда самые классные, приближенные к современности, к Западу, аранжировки, композиции, тексты и песни вообще приходили к российским всяким Киркоровым? Они из Украины приходили, люди сидели в студиях, просто о них никто не знал. На контрасте с оголтелыми затконосцами, с которыми давно все понятно, выделяются те представители российского так называемого шоу-бизнеса, которые до сих пор мечутся. Все никак придумать не могут, каким образом пока гибнут мирные украинцы, выкрутиться, чтобы в будущем иметь возможность вновь стать рукопожатными. Взять хотя бы рэпера Басту, Василия Вакуленко в миру. Всего год назад он приезжал в Киев и Одессу с концертами, сразу после снятия с него запрета Минкульта о въезде на территорию Украины. Ограничения действовали с 2017 по 2020. В так называемый «черный список» Баста угодил за проведение тура в оккупированном России и Крыму. Я был нежелательным визитером в Украину, за угрозой был национальной безопасности. Нет, ну ты что, ты говорил «Крым наш»? Я просто из-за того, что я выступал, пел свои песни и почему-то. Это непонятно. Непонятно почему. «Крым чей?» Я об этом не говорю. Молчит Баста и о полномасштабном вторжении России в Украину. Даже вопреки тому, что называет себя наполовину украинцем по маме. Кстати, бабушка Вакуленко, родом из Кривого Рога. Помимо беззубых молчунов, в РФ есть и те, кто якобы выступают против войны. Так на роль флагмана в рядах артистов, кричащих «Миру мир, нет войне» претендует российская группа Little Big, которые до 24 февраля также часто наведывались в Украину. Музыканты выдали песню под названием «Generation Cancellation», которую позиционируют как антивоенный манифест. И все бы ничего, если бы в работе якобы осуждающий войну Little Big не показали вот это. Похоже, по версии «Голубей мира» из Little Big, проклятая война закончится, как только США перестанут поставлять Украине, отсылка к мальчику с синежелтым рюкзаком, оружие. Странно, может, запамятовали, кто эту войну начал? Почему не показали в клипе российских солдат, которые обстреливают мирные украинские города? Насилуют женщин и даже детей. Мародерствуют. Эксперты говорят, российские, так называемые либералы, как правило, заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Музыкальная сфера не исключение. В лучшем случае российские артисты просто пекутся о собственной шкуре. Есть такой коллектив «Анакондос», да, российский. Они, когда же рассказывали о том, что у них отменяются концерты из-за того, что у них антивоенная позиция, они больше всего жаловались на то, что теперь им денег у них нет. Вот. И нужно как-то зарабатывать. Слово «Украина» у них звучало только в контексте... У нас были такие огненные концерты в Украине, жаль, что мы туда не поедем. Поэтому надеяться даже на таких людей, и даже если у них будет все плохо, даже если они будут финансово загинаться, а они уже финансово загинаются, я это подчеркиваю, просто пока не подают виду, поддержки внутри России, Украины, я уже уверен, точно не будет. От рэпера до рокера на России знают все. Если присмыкаться, помалкивать и восхвалять Путина и его шайку, и главное, поощрять убийство и беззаконие, результат в виде денег и славы не заставит себя ждать. Санкции по придворным кремлевским артистам, безусловно, ударят. Но не так сильно, как по простым россиянам, говорят эксперты. По крайней мере, звезды точно не будут задаваться вопросом, на что прокормить своих детей. А на музыкальный контент сомнительного качества и раньше особого спроса в мире не наблюдалось. Так что те продолжат воспевать вождя, наследуя северокорейских коллег. А все, что остается россиянам, если те, наконец-то, не прозреют, вытирать слезы справкой о пропавшем без вести сыне или муже под унылого Расторгуева, или скакать в шовинистическом угаре вокруг новенькой лады под престарелого Есаула. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы и пламя, поднимаем Россию знамя.